Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Должники-миллионеры. Налоговая инспекция вскрыла схемы ухода зареченцев от налогов. В бюджет возвращено 33,5 миллиона рублей. Это люди, которые либо получают зарплату в конвертах, так, либо ведут незаконный бизнес. Да будет свет! В Заречном начался очередной этап модернизации уличного освещения. Весь город у нас, как бы, получит более высокую освещенность. Золотом по бархату. В Заречном открылась выставка пензенской золотой швеи Марины Теплицкой. Шилом прокалываете дырочку с обратной стороны на ощупь, выкалываете иголку, потом перекладываете витейку, обвиваете нитку иголкой. И теперь об этих и других новостях подробнее. Участники Ассоциации ЗАТО атомной промышленности подготовили свои предложения по развитию здравоохранения и направили их на рассмотрение Совета Федерации. Об этом телерадиокомпании Заречный рассказал исполняющий обязанности главы города Олег Климанов. Поручение разработать собственные программы закрытым городам дал президент России Владимир Путин, которому стало известно о проблемах в здравоохранении. Напомню, с начала года медучреждения ЗАТО начали финансировать из фонда обязательного медицинского страхования, причем в меньшем, чем прежде, объеме. Руководству больницы рекомендовали провести оптимизацию, сократить коечный фонд и уволить часть персонала. После того, как о проблеме заявили на самом высоком уровне, появилась надежда, что она будет решена. В мае предложение от закрытых городов рассмотрят в Верхней Палате Российского парламента. Первое направление – это обеспечение жильем медицинских работников. Второе направление – это развитие материально-технической базы, это завершение капитального ремонта существующих учреждений, зданий и сооружений медицинской медсанчасти. Это модернизация медицинского оборудования, приобретение нового оборудования. И дополнительно мы включили в этот перечень мероприятий развитие нашего городского санатория-профилактория. «Заплати налоги и спи спокойно» – известный рекламный слоган недалекого прошлого для многих так и остался всего лишь призывом. Тысячи зареченцев спят спокойно, не отдав долги государству. Правда, в большинстве случаев их сон прерывают – сотрудники фискальных органов. Только за 2013 год налоговикам удалось вернуть в бюджет более 33 миллионов рублей. Подробнее о выявленных преступных схемах и шокирующих цифрах Ирины Герасимова. 25 предприятий и около 600 горожан в нашем городе налоги не платят. Рассказал на пресс-конференции руководитель налоговой службы Александр Ганин. Долг самых крупных неплательщиков достигает 9 миллионов рублей. На втором и третьем месте в этом рейтинге задолженность в 4,3 миллиона. Эти люди из года в год сознательно уклоняются от уплаты налогов. У нас уже сложилась такая вот когорта постоянных должников, которые из месяца в месяц, из квартала в квартал не исполняют свои обязанности по уплате налогов. И мы вынуждены их сил оттуда вырывать эти деньги, чтобы они поступили в бюджет. Кроме тех, кто не платит налоги, в Заречном насчитывается и большое количество граждан, которые предпочитают скрывать свои доходы от налоговых органов. По информации Центра занятости населения, в нашем городе на 1 января 2013 года в трудоспособном возрасте находилось 39 тысяч 17 человек. Из них неработающих зареченцев, в том числе студентов и пенсионеров, 9 тысяч 499 человек. По данным налоговых органов, на тот же период 2013 года в Заречном не имело постоянного заработка 10 тысяч человек с 18 до 55 лет. Кто они такие? А что это за люди? А это люди, которые у нас с вами ведут, либо получают зарплату в конвертах, так, либо ведут незаконный бизнес. А что это за бизнес незаконный? Ну, самый распространенный это где? Что? В чем? Самый распространенный бизнес это оказание различного рода услуг населению. Однако работа по выявлению недобросовестных граждан, так называемая контрольная работа, в городе ведется ежедневно. Налоговики выезжают в рейды, проверяют сомнительные предприятия и организации. Благодаря компетентным действиям налоговых органов, в 2013 году в бюджет вернули несколько десятков миллионов рублей. 33,5 миллионов рублей. Это мы дополнительно нашли то, что налогоплательщики по тем или иным причинам не доплатили. Либо сокрыли, либо не так посчитали, либо еще что-то. Чтобы минимизировать свои налоговые платежи, недобросовестные предприятия разрабатывают схемы, участниками которых становятся десятки организаций, зарегистрированных по всей стране. К подобным уловкам нередко прибегают и зареченские предприниматели. Организация заключает фиктивный договор с фирмой-однодневкой на оказание каких-либо видов услуг. Операцию отражает в своих налоговых и бухгалтерских документах. Перечисленные за фиктивную работу фирме-однодневки средства обналичиваются через банк. И таким образом возвращаются организации. В результате данной операции заказчик фиктивных услуг завышает свои расходы и занижает налоговую базу по налогу на прибыль, поставив к вычету НДС, якобы уплаченной поставщику услуг. Однако схемы, позволяющие организациям уходить от уплаты реальных налогов, хорошо известны налоговым органам. Практически в каждой проверке схема ухода от налогообложения. Сознательно создаются схемы с использованием фирм-однодневок, проблемах контрагентов, обналичивание денежных средств незаконное. В последнее время все чаще налоговым органам доводится пресекать и незаконную миграцию на территорию нашего города. Когда в Заречном регистрируют организации из других регионов, проработавшие менее трех лет. Таким образом, они отсрочивают период налоговых проверок и скрывают свою незаконную деятельность. Только за 2013 год зареченскими налоговыми органами зарегистрировано и предотвращено 10 подобных случаев. Мы будем продолжать работу по выявлению схемы ухода от налогообложения и по выявлению тех лиц, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. И мы готовы получать информацию от любых источников и, соответственно, уже потом предъявлять налоговые претензии вот к этим недобросовестным, как мы говорим, плательщикам. Несмотря на активную работу налоговых органов, по словам Александра Ганина, им все-таки не хватает реального рычага воздействия на злостных неплательщиков. По закону, сегодня самое страшное, что угрожает должнику-миллионеру, это просто штраф. Так может, стоит вернуться к опыту 90-х, когда с нарушителями закона разбиралась не налоговая служба, а налоговая полиция? Ирина Герасимова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном становится светлее. И не только из-за астрономических причин. В городе начался первый этап модернизации уличного освещения. Напомню, что в перспективе планируется заменить все ртутные лампы на светодиодные. Но пока это невыгодно с экономической точки зрения. Уж слишком высока цена светодиодных фонарей. Первый этап модернизации заключается в установке хорошо зарекомендовавших себя натриевых ламп с высокой светоотдачей и комфортной цветовой температурой. Ксения Тризна расскажет подробнее. «Заречный» в новом свете. Специалисты Горэлектросети заменяют старые ртутные светильники на новые натриевые. Весь город у нас получит более высокую освещенность, экономичность примерно на 60%. То есть мы рассчитываем, что на 60% нам придется меньше платить за уличное освещение. Первые натриевые светильники появились в нашем городе в конце прошлого года. На улице светлой и на всех проблемных пешеходных переходах. Вместо паров ртути в новых лампах используется инертный газ. А значит, они экологичнее. Газовые лампы, они более качественные. И по обслуживанию, то есть меньше, как бы, к минимуму. Прикасаемся в обслуживании, чем в ртутных лампах старых. То есть срок службы, если газовые лампы, где-то 2-3 года, то ртутные лампы где-то полтора. Еще одно отличие новых ламп от старых ртутных – наличие отражателя уже на самой лампочке. Хотя раньше он монтировался в корпус светильника. Перевести весь город на новое освещение планируют за 4 месяца. От светодиодных ламп временно решили отказаться. Соотношение цена-качество пока говорит не в их пользу. Хотя в перспективе светодиодные фонари – следующий этап модернизации уличного освещения. Ксения Тризна, Игорь Ведаков, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Коммунальные службы города готовятся к приходу весны. В «Заречном» проводят противопаводковые мероприятия. Чтобы не допустить подтопления, специалисты ЖСКХ и комбинаты благоустройства ведут прочистку ливневых канализаций. Закончить работу коммунальщики должны в ближайшее время. Если верить прогнозам синоптиков, то уже на следующей неделе в дневные часы температура воздуха будет подниматься до плюсовых значений. Обильное таяние снега, конечно, не грозит городу наводнением, но локальные подтопления возможны. Чтобы этого не допустить, необходимо, чтобы к ликвидации причин паводка подключились не только коммунальные службы. Руководители всех предприятий извещены о том, что им необходимо очистить от снежного покрова отмостку на своих зданиях, сооружениях, сделать водоотвод. Есть отдельные предприятия, которые расположены в низи, и они из года в год подтапливаются водами. Что касается частного сектора, за водоотводными канавами в частном секторе следит, поручено следить КБУ, и оно для этого имеет технику, и, в общем-то, ежедневный мониторинг проводится. Противопаводковые мероприятия. Проза жизни, но в этой прозе кроется глубокая поэзия. Журчат ручьи, значит, весна наступила, а с ней и первый, самый прекрасный праздник – 8 марта. В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры «Современник» прошел праздничный концерт. Лучшие творческие коллективы и их лучшие номера – все для дорогих и любимых женщин, которые этим вечером были в роли зрителей. Слова признательности тем, кто дает нам жизнь, хранит домашний очаг и преданно любит, выразили исполняющие обязанности главы города Олег Кальманов и первый заместитель главы администрации Виктор Шошкин. Они лично вручили всем присутствующим в зале представительницам прекрасного пола почетные грамоты и благодарности и поздравили с Международным женским днем. В этот светлый весенний день я хочу от всего сердца поздравить всех прекрасных женщин Заречного. В Заречном они все прекрасные. С наступающим Международным женским днем. Пожелать им и не только в этот день, а чтобы всегда их окружала любовь, счастье, удача, мира, добра, тепла, благополучия. Ну а пока женская часть населения Заречного начинает принимать поздравления, мужская, озабочена серьезной дилеммой. Цветы или конфеты, украшения или книга, что же преподнести дорогим и любимым? Для всех тех, кто еще не определился. Репортаж нашего специального праздничного гида по подаркам. Орхидеи, они бывают разнообразного цвета, вот прям пестренькие, белые, любого. Стоят до шести месяцев, светущие, распускаются до последнего колокольчика, неприхотливые в уходе, и будут радовать очень долго. В цветочных магазинах Заречного ажиотаж накануне главного весеннего праздника мужская часть населения пустилась на поиски цветов и подарков для своих любимых женщин. Предпочтения и запросы у всех разные. Так Михаил Латышев ищет для супруги подходящие тюльпаны. Каждый раз, говорит мужчина, на 8 марта старается чем-нибудь удивить свою жену. Хотя уже 46 лет вместе. Лет 20 назад ездили в Пензу, цветов не было. Вот за тюльпанчиками специально ездили. Почему-то ей захотелось только сегодня тюльпанчики, чтобы подарил. Тамара, поздравляю тебя с днем 8 марта. Желаю счастья, здоровья и радостей в жизни. Больше, чем горестей. Продавцы цветочных магазинов рассказывают, что уже несколько дней работают в усиленном режиме. Клиенты приходят разные, но все время с одной просьбой. Подобрать самый красивый букет. Ассортимент очень большой. И розы, и хризантемы, и гвоздик, и орхидеи. Есть в горшочках очень красивые цветочки. На любой вкус. Но чаще всего все равно берут розочки. Самый ходовой, да. Очень хороший подрек на 8 марта. Раз в год можно. Сколько раз в год больше ездить? Ну, еще на день рождения, может быть. Роза – это ее выбор? Ее любимый цветок или просто вы уже? Да, это я знаю, что ей нравится роза. Поэтому выбор был однозначный? Да, однозначный. Как выяснилось, наведываются в цветочный магазин в преддверии 8 марта. И барышни тоже покупают и дарят букеты. Коллегам с вами? Да. 8 марта? Да. А почему? Мужчин в коллективе нет? Не поздравляете ли так? Нет, есть. Просто хочется сделать приятный. Как выбирали цветы и почему такой выбор? Ну, это весенние цветы. Весенние цветы, я считаю. Цена у праздничных букетов в честь праздника завышенная. Например, одна роза обойдется в 150-200 рублей. Есть и другой вариант – букет из воздушных шариков. Забавно, необычно и не завянет. Для тех, кому одного букета покажется мало, чтобы выразить чувство – открытка. Ну, просто какой-то знак внимания хотя бы. Ну и открытка к подарку. Найти подходящий подарок для любимой – задачка непростая. Брать качеством и каратами, либо оригинальностью. Например, преподнести женщине ее портрет на чайной кружке. К нам приходят не за кружечками, к нам приходят за настроением, за улыбками, за хорошими, за блеском в глазах любимой женщины или любимого мужчины, дорогого человека. Вот такие заказы – оригинальные сувениры. Мы делаем, у нас молодая, но дружная команда. Мы делаем индивидуальные рисунки, индивидуальные изображения, фотографии или, ну, что-то свое. Каким именно подарком обрадовать любимую женщину – решает каждый. И по большому счету цена и масштабность презента – дело второстепенное. Как и прежде, главное – любовь и внимание. В канун самого нежного весеннего праздника в музейно-выставочном центре Заречном открылась первая персональная выставка работ членоремесленной палаты Пензенской области Марины Теплицкой. Это уникальная композиция одного из мастеров, стоявших у истоков возрождения – золотного шитья в Сурском крае. На выставке представлены панно, иконы и картины, вышитые металлизированные нитью, украшенные стразами и натуральными камнями. С вернисажа – репортаж Алины Храмовой. Роман Марины Теплицкой с золотым шитьем длится уже более 15 лет. За эти годы обыкновенный интерес к рукоделию перерос в профессиональное увлечение. А началось все с того, что Марина устроила свою знакомую на курсы шитья. Я устроила туда подружку, она пришла вся восторженная, и я решила тоже учиться золотому шитью. И вот в 20 человек была группа набрана, все учились от биржи, а я за деньги. Вот с этого все началось. Потом был перерыв, где-то лет 5 я не шила совсем. А потом как-то вот начала, и уже не могу остановиться. В коллекции золотошвея около 100 работ, но самая запоминающаяся – расшивка занавеса для нового драмтеатра. 12 швей за три месяца вручную расшили золотом 18 полотен размером полтора метра на метр двадцать. При том, что вышивка одного квадратного сантиметра занимает от одного до двух часов. Насколько это кропотливая работа, мог убедиться каждый. Шьется это вот так. Шилом прокалываете дырочку с обратной стороны на ощупь, выкалываете иголку. Потом перекладываете витейку, обвиваете нитку иголкой. Нужно попасть в ту же дырочку и утягиваете. Вот еще. Работы пензенских золотошвей ценятся очень высоко. Говорят, у наших мастеров есть свой узнаваемый почерк. После открытия выставки одну из своих работ Марина Теплицкая преподнесла в дар музейно-выставочному центру. Алина Храмова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Но не только рукоделье у дел прекрасной половины человечества. Русская женщина, как известно, и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. А если надо будет, и на защиту Родины встанет. Ведь и стреляют наши милые дамы без промаха. В канун международного женского дня в «Заречном» прошло первенство по пулевой стрельбе. Естественно, среди женщин. Команда производственного объединения «Старт» и в этом году на первенстве оказалась самой многочисленной. По словам капитана команды Аллы Чуриловой, соревнования они никогда не пропускают. Но не призы прельщают представительниц прекрасного пола. Для многих пулевая стрельба в прошлом – это профессиональный спорт, а сейчас – просто любимое увлечение. Азартно, во-первых, хочется себя проверить. Ну и, во-первых, доступность. То, что большого усилить не надо. Лег с упора стреляешь. В стрельбе главное – спокойствие. То есть не нужно волноваться. О том, что спокойствие в пулевой стрельбе – один из факторов успеха, подтвердили и начинающие спортсменки. Александра Бойкова впервые взяла в руки винтовку около года назад. Я когда стреляю, я расслабляюсь. Я прихожу на тренировки, я отдыхаю. Мне хорошо – легла, отстреляла, все замечательно, я спокойно. У меня второй еще взрослый разряд, и я еще хочу улучшить. Для меня это интересно. По словам тренеров Зареченского тира, интерес к пулевой стрельбе возрос. Заниматься в секции приходят люди разных возрастов. Пол значения тоже не имеет. Некоторые женщины даже стреляют лучше, чем мужчины. Тут самое главное – выдержка, хладнокровие, уверенность в себе, в общем-то. Все это воспитывается на тренировках. У стрелков есть традиция – посвящать турниры наиболее значимым праздникам. Памятных дат в календаре много, да и соревнования в тире проводят каждый месяц. Но только раз в году – исключительно для женщин. Ирина Герасимова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Ну и о более мужском виде спорта. В Заречном проходят заключительные игры областного хоккейного турнира «Золотая шайба». В соревнованиях участвуют команды с игроками 2003-2004 годов рождения. Турнир проходил в три этапа. В первом Зареченский союз удачно отыграл два матча, разгромив первый и второй состав пензенского дизеля со счетом 8-1 и 6-0. Во втором этапе спортивная удача отовернулась от наших хоккеистов. Юные спортсмены уступили своему главному сопернику – Кузнецкому Рубину. Сказались изменения в составе первого звена команды и напряженный ритм турнира. Однако по результатам прошедших игр у нашей команды – хорошие шансы попасть в тройку лидеров. Сегодня у нас здесь в Заречном проходит третий этап. Мы постараемся сегодня взять реванш у Рубина. Ну и обыграть своих принципиальных соперников, как Дизель. Но это еще не все. Сразу после короткой рекламы мы вновь вернемся в студию новостей Заречного. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самсунг Гэлакси Ля Флёр. Сила красоты. А теперь Самсунг Гэлакси Блэк Эдишн. Внутренняя сила. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. Новости Заречного вновь в эфире. И сейчас мы должны были бы встретиться с гостем в студии. Но сегодня необычный день, а значит и гости у нас, а точнее гости у нас сегодня тоже необычные. Дорогие наши мамы, бабушки, жены, наши любимые. Благосклонно примите наше признание в любви и простите нас, мужчин, за то, что мы бываем резки и не сдержаны. Не всегда замечаем вашу новую прическу или новое платье. Просто мы разные. Но мы искренне верим, что мир спасет ваша красота, ваша любовь и нежность. С наступающим вас праздником, наши любимые. Будьте счастливы. Ну а мы, мужчины, постараемся вам в этом помочь. Уже, ну, поздравляю с праздником наступающим, счастья и здоровья большого, и любви. Поздравляем маму с 8 марта. Ну, я поздравлю, куплю святые. Я пойду к дочери поздравлять. Что им желаете на 8 марта? Не понял. Что желаете своим дорогим женщинам на 8 марта? Ну, что желаю? Здоровья, праздник, как все. Весело, хорошо провести праздник, весело. Всего самого хорошего, самого благополучного. Всех любимых женщин. Это кого, конкретно? Ну, не скажу секрет. Что желаете любимым женщинам? Всего хорошего, всего земного. И неземного. А неземного придется сама с собой. Дочку, жену, счастья, здоровья, любви. Ну, и хорошего настроения. Всем женщинам зарежного поздравляю с 8 марта. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе. Ну, и всего хорошего. Поздравляю с 8 марта всех женщин нашего города. Желаю им всегда весеннего настроения, чтобы было настроение всегда на хорошем, высоком уровне. Ну, и, конечно, чтобы все в жизни получалось. Жену, тещу, маму. Что желаете? Всего хорошего, здоровья. Чтобы были любимыми нами. Всем девушкам красоты, чтобы они всегда были счастливы, чтобы их молодые люди радовали, а тех, у кого их нет, нашли их обязательно. А у самого девушки есть что-нибудь делать? Ну, я желаю, чтобы она мне не обижалась, если я... Ну, я дурак. Чтобы она меня прощала, и я ее люблю. Поздравляю всех женщин здоровья, желаю здоровья, счастья, благополучия, еще раз здоровья. Счастья, здоровья. К тому. Всем красавицу. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова